Дорогая Церковь! Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос небес глаголющий, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Служение Иоанна, оно уже шло некоторое время. И к нему приходили многие люди, многие знаменитые люди. И он проповедовал о покаянии, о крещении. Он многих людей наставлял, чтобы они исправились в свои пути, чтобы они изменили свой стиль жизни. И он также проповедовал об Иисусе Христе, что надлежит прийти Иисусу, что Он придет, Мессия, которого долго все ждали, о ком написано в пророках, в книге закона. И вот когда Он говорит это, приходит Иисус. Иисус, конечно же, Иоанн его останавливает, что я должен от тебя креститься, но Иисус говорит, нет, так должна быть исполнена всякая правда. Нам нужно исполнить всякую правду. Христос этими словами говорит не просто мне нужно это исполнить, но нам, нам вместе, Иоанну Крестителю. Но никак не унижает этими словами Иоанна Крестителя, потому что то, что Иоанн делал, это было правильное действие. И Иоанн был предвестником или предшественником Иисуса Христа. И Христос, конечно же, одобрял его служение. Но другое, что Христос сказал, нам нужно исполнить всякую правду. В чем же заключалась правда? Правда заключалась в том, что Иисус должен прийти в мир, Он должен стать Мессией, Он должен стать тем, о ком говорили пророки и закон. Правда заключалась в том, что эти слова, эти действия, они записаны в законе и в пророках. Через крещение Иисуса Христа наступала новая, можно сказать, эра, потому что после крещения Христос начинает свое служение. Он начинает служение от того, что человек должен измениться, должен изменить свою натуру, свою греховную природу, стать новым человеком. В беседе с Никодимом в 3 главе Евангелия Тиана в 7 стихе пишет, что он говорит, не удивляйся тому, что я сказал тебе, что вам должно родиться свыше. И в другом месте в Евреям 9 главе пишет, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему у тебя, Боже мой, твой елей радости и боли соучастников твоих. То есть Христос на Христе была правда, он был помазанником. И, конечно же, правда еще в слове правде говорится в том, что когда Христос стоял перед Пилатом, это уже было последнее его служение, которое он должен был совершить. И Пилат его спрашивает, что же такое истина, что такое правда. Конечно, правда заключалась в том, что Христос должен был пострадать. И когда уже Христос также служил, он также говорил, что не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. И Иоанн допускает Иисуса к крещению. И когда Христос крестился, и он вышел из воды, произошло удивительное действие. И Иоанн видит открытое небо, испускающегося Духа Божия в виде голубя. И это действие, может, только видел Иоанн. И он также слышал слова, которые были сказаны Богом, что это есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Я не знаю, если слышали другие люди, которые стояли там, потому что я думаю, что были люди на то время вокруг Иоанна. Но Иоанн, когда увидел это, он все с большим зерзновением начал проповедовать о Иисусе. В Иоанна в первой главе, в 32 стихе пишется, что свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубева, и пребывающего на Нем». Иоанн все больше и больше проповедовал об Иисусе Христе, то, что время пришло, пришло время, когда пришел Мессия в этот мир. Мы знаем, если посмотреть так с точки человеческой зрения, Иоанн довольно была известная личность в то время. А к Иоанну многие приходили, об Иоанне многие слышали, многие, может, заинтересно приходили к нему. Ну, что это за человек там такой чудной в кожаной одежде, в пустыне, ест только мед и акриды и проповедует. Может, некоторые заинтересно приходили, но и были люди, которые слушали его и исполняли то, что он говорил. Из них таких был Ирод, пишет, что он слушал Иоанна и делал то, что он говорил. Но произошла ситуация, которая... Ирод, конечно же, опечалился после этой ситуации, которая произошла. И о том, что Иоанн очень был известен на то время уже в служении Иисуса Христа. Иисус, когда спрашивает учеников, за кого почитают меня люди? Одни говорят за Иоанна, другие за Илью. Ну, и, конечно же, Петр говорит, что ты есть сын Бога Живого. И после этих слов Иисус берет троих учеников и ведет их на гору. Он преображается перед ними. Пред ними стоят с одной стороны Моисей, с другой стороны Илья и посередине Иисус. Можно сказать так образно, что закон и пророки с одной стороны, а посередине Христос. Он главный, на кого нужно обращать внимание. И тогда еще Бог является и из облака говорит, когда Он еще говорил, «Все облако светлое осенило их, и все глаз с облако глаголющий. Все есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Те же самые слова, которые слышал Иоанн, Бог повторил ученикам, «Что это есть сын мой возлюбленный. Его слушайте, на него взирайте всегда». Иоанн был предшественником. Он делал свой труд с большим дерзновением. Он делал это с радостью. Он ни в каком случае не умолял Иисуса. Он более и более радовался тому, когда Иисус преуспевал в служении. Он поддерживал и, можно так сказать, словами, то, что некоторые говорили, ну вот, там Иисус, Он говорил, «Мне нужно умоляться, мне нужно умоляться перед Ним». И радовался то, что жених есть у церкви, то, что появился у церкви. Жених на то время, конечно, еще не было такого, как церковь. Но Иоанн уже это понимал. И Христос также говорит о том, что «Я есть отрок, который Бог избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и он возвестит народам суд». Сегодня мы знаем правду, сегодня мы знаем истину. И радостная ли это для нас сегодня? Весть то, что мы знаем Иисуса как Спасителя. То, что Он начал Своё служение через крещение, является для нас сегодня радостью. Конечно же, вокруг нас есть много проповедников, которых мы с радостью слушаем и включаем где-то в интернете или у кого-то какие-то записи есть и слушают. Но то, что мы слушаем, оно радует нас, приводит к Иисусу Христу, или оно просто заглушает Иисуса Христа и не даёт нам видеть Иисуса Христа как Спасителя, как единственного, который даёт людям понимание, то, что через Него мы имеем общение и радость с Богом Небесным. Иоанн, проповедник, говорил об Иисусе. Он никогда себя не показывал то, что «Вот я». Он показывал на Иисуса Христа. Он в своё служение говорил, что «Я даже не достойно развязать обувь у Иисуса Христа». Насколько он себя унижал. И даже когда ученики, которые пошли к Иисусу, он никак их не останавливал, ничего, но он радовался этому, что они пошли за Иисусом. «Сегодня должен я иметь полную радость и надежду на Иисуса Христа». И это служение, которое он совершил, крещение, которое мы, как члены церкви, присоединяясь к Иисусу Христу, радуемся ли мы тому, и действия, которые мы пообещали, служить Богу чистой совестью, чистую совесть обещали, совершаем ли мы, храним ли мы её в нашей жизни. И будем сегодня молиться. Благодарить Бога за то, что Он через это действие и усыновляет нас, и поддерживает нас. И также мы можем помолиться, если кто не молился, также о предыдущих днях, о служении, о проповедниках, о молодёжи, о всех миссионерах, которые есть, что мы можем вспомнить ещё сегодня, как последний день молитвы и прославить Бога за всё. Слава Ему. Аминь.